Одна из самых красивых актрис советского кино, Элина Быстрицкая, во время войны работала во фронтовом передвижном госпитале санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и дарью за победу над Германией. Когда началась война, мне было 13 лет, девчонкой я была, конечно, но желание спрятаться устраниться от войны не возникало ни на секунду. Мой отец был военным врачом, и он всегда мне говорил, ты дочь офицера, а русский офицер всегда душу отдает Богу, сердце даме, жизнь Отечеству, а честь никому. Я это очень хорошо запомнила. Фронтовой госпиталь оставил множество отметин в моей душе, но самое пронзительное воспоминание о войне связано у меня не с медицинской службой. Однажды наш эшелон остановился на станции вблизи города Сталина, это нынешний Донецк. Мне уже лет 15 тогда было, и вот я вижу черная обугленная степь, а по ней ветер несет белые треугольники солдатских писем. Перед нашим прибытием фашисты разбомбили эшелон с почты, и из-за разбитых вагонов ветер пачками, сотнями, тысячами выдувал степь весточки с фронта. Я не могу передать своего состояния при виде этой картины. Мы с мамой к тому времени давно не получали письма от отца, и я понимала, как этих писем ждут родные наших бойцов. В госпитале я видела смерть, увечья и тяжелейшие страдания людей, но до сих пор у меня перед глазами стоит именно эта картина войны. Тысячи бумажных треугольничков, конимых порывами ветра по обожженной Донецкой степи.